смотрите сегодня почему нона мордюкова заподозрила в измене своего мужа вячеслава тихонова стал втух не заигрывайся куда деваться завтра нам чтобы целоваться за что леонида харитонова осуждали коллеги завязался роман а закончился он тем что там был скандал с кем у станислава ростоцкого случился роман на съемках фильма дело было в пенькове вы знаете в него все были влюблены он не считал это предательством откуда у светланы немаляевой появился синяк под глазом затекше лицо еще вот такой фингал синий был ли между арманом джигарханьяном и татьяной дорониной служебный роман мне кажется что так нельзя сыграть чувства и как борис смолкин увлекся девушкой на 23 года моложе себя подъехал дома где она жила с мужем и я ее перевез к себе оля пошел-пошел ну как настроение оленька ты жикарно живешь юрка сцена в которой герой олега басилашвили празднует свое вступление в должность фильме служебный роман уже много лет скрывает большую тайну оказывается в тот день светлана немаляева явилась на съемку с огромным фингалом под глазом а там была виртуозная совершенно гримёрша она замечательно мне все сделала практически ничего не было видно но все время около меня андрей мягко вертелся просто как ела и все время мне в ухо шептал откажешь откажешь что ты делаешь твоя главная стена ты будешь бухнет какая на экране на съемочной площадке тут же поползли слухи и даже режиссер картины думал не о том как ему снять сложнейшую сцену в которой участвует толпа артистов в голове его крутились совсем другие мысли до свидания до свидания литвы в общем прошла съемка и все подходит ко мне резанов и говорит знаешь что я тебе скажу света чтобы ни было в твоей жизни как бы тебя не умолял твой любимый режиссер чтобы тебе не говорили никогда никогда не снимайся с таким фингалом и потом говорит мне и вот так теперь скажи мне по-честному за что тебе санька врезал на съемках фильма который называется служебный роман все располагает к тому чтобы завести интрижку тем более что группа знала однажды роман на работе у светланы немаляевой уже был когда стоит влюбиться в коллегу а в каком случае эта связь может быть опасной об этом сегодня рассуждают звезды в этой деревне снимался фильм дело было в пенькове 20 лет спустя сюда приехали автор повести сергей антонов исполнители ролей тихонов дружинина кубацкий медведев слава ну вот здесь мы это документальный фильм станислава ростоцкого о вячеславе тихонове он называется профессии киноактер пользуясь случаем режиссер еще раз вернулся в деревню на место где он 22 года назад снимал свою вторую полнометражную картину дело было в пенькове я вот тебе молочка принесла соскучился поди ты что 10 километров протопала да ладно а то как не помер впереди веках то ну спасибо и в семьдесят девятом и в пятьдесят седьмом светлана дружинина и вячеслав тихонов вместе смотрятся великолепно на съемках им даже приписывали служебный роман и не мудрено ведь дружинина сама выбрала тихонова себе в партнеры когда главной роли отстранили сергея гурзо ростоцкий снова начал искать актера который смог бы сыграть тракториста матвея морозова дружинина устала постоянных проб я потихонечку потихонечку побежала по горидору к нашему любимому киноинституту но по дороге меня догнал ростоцкий а дальше я цитирую эту фразу очень многие уже повторять зато что я сказал вы знаете я больше не хочу ни с кем целоваться я устал я уже повторяю вам если еще буду целоваться желтый точно теплый заваренки я никогда не выйду замуж и тогда он мне сказал значит так запомни если не полюбишь партнера хотя бы его пуговицу неважно не надо его обожать любить и ходить с ним под ручку но хотя бы пуговицу уходи из этой профессии иди в свой балет я не хочу вернулась потому что как то чем это задело вячеслав тихонов поразил светлану дружинину еще до того как вышел под софитой ведь на первый взгляд этот красавец совершенно не подходил на роль матвея таком не культурном месте пошли домой родной отец домой загонял собственный мужик он сел быстренько на табуретик сидел сторож скажу к середочку давай это было шарик шелковый назывался селедка и кипченочку давай-ка но это еще не все теперь надо нанести правильный грим а вот потом он взял бритвенный прибор которым то вы брились и не раздумывая приложила к себе к дровям и вот так за выбрил себе вот эти сросшиеся соборины и брови и тут же надкусил корешки этих вот таких вот бровей своих затем он нашел зубную щетку в светлом гриме чего-то там поворошил и брови чуть 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 подсветил все время приговаривает он живет тракторист он живется от солнца у него брови выгорают его выгорают и волосы и здесь мы тоже тоже выгоревшие волосы сделаем это ты сообразил почему я других колхозах не первый год грузовики ли он колоть хорошо и быстро да и что вы не сомневайтесь иван садович скатами головки передавить и . ростовский никак не мог определиться дошло до того что он даже начал снимать некоторые сцены без главного героя даже октябрь уже был и холодно было и ростовский нас пригласил в избу это было клинково село клинково под клином он сказал девчонки садитесь и дальше уже много раз я не говорю это цитата мы сели по обе стороны его столика нам тоже принесли горячую дымящуюся картошку огурцы соленые помидоры понимаете соленые яблоки качан соленый квашеный капуста вкусно запаху невероятный жареное масло понимаете жареных семечек и по стопочке водочки он сказал знаете что сейчас мы будем решать кто же будет у нас матвей наросов вы переселовались на ухо с очень многими на той самой заваленки ну вот из тех кто кроме гурзок то может быть и завтра нужно отдать должен был удивиться не сговариваясь но обе вслух конечно же вячеслав тихо но почему закричал барсовский он очень красивый вячеслава уже под 30 но это первая роль которая его по-настоящему захватила он знал все абсолютно по сценарии были всеми подсрочники на то есть они были какие-то завесовочки по крайне на пенькове я это видела он очень любил готовиться святка пойдем пройдемся по дорожке он меня обнимет приголубит а у меня уже был муж и выставка только не заигрывайся он будет ну куда деваться завтра нам чтобы целоваться я бы начал ты любишь другую вячеслав тихонов так активно ухаживал за светланой дружининой что слухи об их романе разнеслись даже за пределы съемочной площадки скоро в деревне появится жена актера нонна мордюкова смотрите далее в кого влюбился станислав крастоцкий на съемках фильма дело было в пенькове вы знаете в него все были влюблены он не считал это предательством за что леонида харитонова осуждали коллеги припухлые губки длинные реснички удивленные глазки был ли между арменом джигарханя нам и яны дорониной роман я не верю в то что это актеры просто сыграли но я не верю откуда у светланы немаляевой появился синяк под глазом вот теперь скажи мне по-честному за что тебе санька врезал и может ли служебный роман перерасти в настоящую любовь подъехал дом где она жила с мужем я не перевез к себе здравствуйте товарищ зефиров уйди что это они его фотографируют допрашивают а тебя нет штатный передовик у нас рода так как разгонится одного хвалить так и хвалит не притормаживая вячеслав тихонов и светлана дружинина сработались и это видно по фильму за кадром актер так трепетно ухаживал за партнершей что новость о служебном романе облетела все столичные киностудии через неделю на съемочной площадке уже была жена тихонова грозная нона мордюкова она приехала подумал что роман у нас не было никаких романов из тихоновым не с ростовским мы были просто большими друзьями тебя не поймешь не помогал не нравится помогать стал опять не нравится не говори глупости 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 и зачем только ты к нам приехала мордюкова тут же выяснилось что к чему и оказалось служебный роман на съемках картины дело было в пенькове все-таки случился правда разгорелся он между режиссером и исполнительницей роли зоотехника тони молодой дебютанткой мая менглет вы знаете в него все были влюблены он вообще не был похож ни на кого он какой-то такой западный на этим я очень не люблю подобного рода вопрос вот измерял для ростовский не меньше кого или там еще какой-нибудь режиссер своей супруги но могу вам сказать у меня муж кинооператор хотя пока он не влюбится в портрет актрисы которую я ему предлагаю снять он мне не снимет идеально садитесь в кабину подвезу у мая менглет первая главная роль а значит у ростоцкого есть шанс повлиять на ее будущее это опьяняет тем более что и сама мая способна была вспыхнуть как пламя в отличие от своей героини она очень темпераментная дама когда работает с актрисой режиссер нельзя говорить что он изменяет жене отдавая предпочтение этого момента своей героиня нет он лепит образом как пигмалион если в нем нет этого сердечного душевного эмоционального толчка образ остается мертвым и не на это прекрасно понимала никакой там не злости не было зло по отношению даже к этим актрисам ну или с кем у него были какие-то отношения она не она всех прощала то что она умела прощать это великое дело от этого у нее сохранилась эта семья сохранилась вот за любовь в семье она не была первой красавицы но она была такая обаятельная такая вот эта мягкость бесконечная это женская мудрость на ни один мужчина от этого не уйдет позже в картине девчата не на меньшиков и сыграет то что чувствовала тогда но в отличие от ноны мордюковой она не спешила застать мужа с соперницей что другое полюбить да да нет встретила на дно вот вроде нашей анфиски ну я уехал теперь вот письма пишет вокруг станислава иосифовича всегда был орел любовных каких-то в общем то связей с актрисами или там я не знаю в кого-то он там влюблялся начале и и высоком не отражалось и нечего это ты была там да зачем и поэтому когда мы снимали диалога пелькове и не было на съемочной площадке она знала что помешает стасику ну пусть ну пусть ну пусть немножко потешится все вернется в дом и быть любящим и верным супругом он не считал это предательством это просто были всплески такие вот эмоциональные человек ему можно было простить все это правда все молчат об одном не на меньше кого была в положении поэтому она и отказалась от роли которую и сыграет ее соперница как тебе не стыдно мадвей женатый человек а мне стыдиться нечего теперь уже всем известно что известно что голос у меня при тебе хрипит и что как увижу тебя с трактора так мотор глохнет но в этой картине она должна была играть эту роль это было бы идеально и мы потом с ней об этом говорили на девчатах но с неба хорошо сработались но вдруг выяснилось что она несет под сердцем ребенка и все предполагали что это будет мальчик и договорились что она пожертвует ролью ради того чтобы родился сын та жизнь которую она прожила как раз говорит о том что она многократно превышает все там сыгранные роли которые увидели зрители и ты анфиса до сих пор молчала знала и молчала а я тут причем они спорили с них спрос нервничать не не меньшиковой нельзя мало того что актриса ждала первенца в 29 она еще до конца не поборола туберкулез болезнью военного детства врачи настроены категорично рожать нельзя будущее мать не выживет но к счастью все обошлось правда ту картину мужа ни на меньше кого не любила до конца дней в отличие от зрителей в 58 фильм в кинотеатрах посмотрела больше 30 миллионов человек актеры в миг обрели всесоюзную популярность иногда завести роман на съемочной площадке даже на пользу картине что рада что же мне теперь с тобой делать делай что хочешь мне абсолютно все равно заигралась с огнем хватит делай что хочешь только молчи в то же время на лентфильме снимают романтическую комедию улица полна неожиданностей вы что же делаете граждане жизни рискуете правила нарушаете какая жалость первое знакомство с милиционером и началось неприятности главной роли играют леонид харитонов и джема осмоловская она еще несовершеннолетняя но уже зарекомендовала себя как большая актриса джема недавно сыграла сироту которую предал любимый человек фильм назывался повесть о первой любви какой ты имеешь право называть меня трусом ты кто такая кто я я самая веселая самая умная самая хорошая девочка на свете джема была необычайно мила были две актрисы чем-то похожие друг на друга в которых влюблялись все найти такой тип девушка ребенок почему они этими ребенками остаются лет до 40 припухлые губки длинные реснички удивленные глазки это была джема осмоловская и ольга бкан а ольга бкан в эту пору стала женой алексея симонова сына константина симонова осмоловская только начинала как причем сразу же как звезда а поговаривали что на нее положил глаз пырьев если честно я этому не верю поскольку если пырьев положил глаз то уже все беда пиши пропала витя а ты придешь к нам завтра вечером заниматься нет у меня завтра день рождения та самая первая любовь настигнет ее на съемочной площадке в ленинграде джема влюбилась в своего женатого партнера леонида харитонова я я очень виновата почему вы опоздали вы простите совершенно непредвиденные обстоятельства и из-за ребенка задержался из-за какого ребенка из-за маленького не с кем было оставить вас есть ребенок да то есть не то что это это не мой этот чужой ребенок очень интересно совершенно посторонний ребенок все произошло совершенно нет харитонов популярный артист в группе к нему обращаются не иначе как иван бровкин несколько лет назад он снялся в фильме который сделал его известным на весь советский союз скажи чего ты хочешь не знаю захар сил не знаю хочешь я из тебя шофера сделаю шофера да хотеть хочу добавить не получится а ты не бойся получится женщины конечно были влюблены потому что они понимали что вот именно такой он не играет а вот он именно такой вот какой он на экране после выхода на экраны картины солдаты ван бровкин леонид харитонов стал не просто популярным он в одночасье превратился в настоящего кумира он был любимец страны он был свой он был вот к нему хотелось прикоснуться сегодняшние звезды даже не могут себе представить что такое успех леонид харитонов это миллионы людей влюбленных молодого человека поклонницы караулили актера около дома слава вскружила молодому человеку голову он даже пожалел что так рано женился клава клава мне панель нужна а не степан щепачок вот жена леонида харитонова фильме девушка без адреса она сыграла крановщицу клаву влюбленную в героя николая рыбникова в жизни она почти такая же простая и искренняя он мне прислал фотографию верушки от беспутного леньки харитонов 53 год потом в одном из печней пишет я кажется собрался жениться на нашей однокурснице светлане сорокиной у них хорошие отношения были они любили друг друга сначала это была дружба они все на велосипедах ездили куда-то там в сокольнике а потом они женились ленька харитонов ленинградец блокадник вечно голодный вечно холодный ему нужно было как прислониться к кому-то вот он прислонился к светлане и так крепко прислонился что стал ее мужем я очень радуюсь честно говоря за светку потому что мне казалось что она никогда за уши не выйдет она настолько она так сказать некрасивая что ли скажем и и и и и и и и Харитоновы поклялись друг другу никогда не расставаться. На съемке фильма «Солдат Иван Бровкин» они едут вместе. Муж всегда в кадре, ведь у него главная роль. А жена, у которой лишь маленький эпизод, заботится о том, чтобы Леониду всегда было комфортно. Дая Смирнова, которая играла главную женскую роль, она рассказывала, что Светлана ходила неотступно за ним, не столько потому, что не доверяла или следила, а просто потому, что она его обожала. «Солдат Иван Бровкин» станет суперпопулярным. Недаром в фильме «Москва слезам не верит» на кинофестивале именно появление Харитонова вызывает овацию публики. Харитонов! Я знаю, как его встречали, когда на гастроли МХАТ выезжал. Это просто был сумасшедший дом. Говорят, встречали только Лёня Харитонова, а всех великих мХАТовских актёров просто не замечали. На гастролях МХАТа он уходил всегда черным ходом. Это при сказочном составе Московского художественного театра, где были действительно тени. Так вот, Лёнчик уходил через черный ход, потому что могли разорвать. «Здравствуй, Ваня!» «Здравствуйте!» «Здорово, девчата!» «Надолго приехал, Ванюш?» «На 10 суток, Галычка!» «Ух, калка!» «А времени нет у него, командир просил не задерживаться». «По дела приехал?» «Ильдар погулять?» «Да как вам?» «Некогда ему гулять. Приехал колхоз помочь». «Вау!» «Вы меня, девчата, извините, мне нужно зайти к Тимофе Кондратовичу». «Нам к председателю». Всеобщее обожание заставит Леонида Харитонова потерять осторожность. На съемочную площадку фильма «Улица полна неожиданностей» он приходит к королю. Партнерша, совсем юная, неопытная девушка обречена. Вспыхнул служебный роман. Это очаровательная девочка. Воспитанная, образованная, музыкальная. Но главное, она красивая, обаятельная. Не влюбиться в нее было невозможно. Вы совсем как Золушка. Я не Золушка, я... Не сердитесь на меня. Это первая картина, на которую Светлана не приедет. Хотя не с мужем и поклялись никогда не расставаться, руководство театра не отпустит ее в Ленинград. И это фатальная ошибка. Конечно, если уж рок зацепился за тебя, он тебя не отпустит. В судьбе ее роковая вот эта линия, она присутствовала. Скорее всего, если бы Харитонов завел служебный роман не с Джемой, то насладился бы съемками, сделал удачную роль и вернулся бы в семью. Но популярность его так ослепила, что он позволил себе риск завести роман с совсем юной девушкой. Наш дорогой, замечательный герой и любовник Леня Харитонов, метр с кепкой, значит, снимаясь в Ленинграде в фильме «Ульц полна неожиданностей», сумел обольстить героиню этого фильма, школьницу тогда, десятиклассницу, по-моему. Ему завязался роман, а закончился он тем, что там был скандал. Вот, совсем девушка была, да? Короче говоря, пришлось разводиться. Роман с коллегой не принес счастья Леониду Харитонову и разрушил жизнь его бывшей жены Светланы. Она, простите, выпивать начала, Света? Вот в чем беда. Это не ее, вот понимаете, она не должна была так вот жить. Поэтому это все вот сконцентрировалось в одну какую-то черную тучу, которая ее поглотила. Смотрите далее. Был ли между Арменом Джигарханяном и Татьяной Дорониной роман? Мне кажется, что так нельзя сыграть чувства. Откуда у Светланы Немоляевой появился синяк под глазом? Затекше лицо, еще вот такой фингал синий. И как Борис Смолкин увлекся девушкой на 23 года моложе себя? Подъехал к дому, где она жила с мужем, и я ее перевез к себе. Влюбленность, разгоревшаяся на съемках, может быть очень опасной. Опытные артисты это знают. Но как удержаться от служебного романа, если партнер так талантлив и хорош собой? Это Алена. Вы мне еще свой телефон дали в университете, неделю тому назад. Скажите, этот телефон у вас есть под рукой? Есть. Достаньте его. Достану. А теперь разорвите на мелкие кладчики. Или нет, лучше жуйте. Знаете, как разведчики войны, чтобы следа не осталось. Никогда мне больше не звоните. Главные роли в фильме «Ольга Сергеевна» играют Армен Джигарханян и Татьяна Доронина. Татьяна Васильевна прожила всю свою жизнь в состоянии влюбленности. Клянусь вам, она была женщина в Кубе всегда. Другое дело, что сначала она была артисткой и звезда, а потом женщина. Но одно совершенно не исключало другого. Армена Джигарханяна Татьяна Доронина хорошо знает. Они уже несколько лет служат на одной сцене в театре имени Маяковского. Ее туда переманил из МХАТа главный режиссер Андрей Гончаров. Добрый вечер, Володечка. Добрый вечер. То есть, доброй ночи. А это кто ж такой будет? Тоже родственник? Нет, мадам, нет, я не родственник. Я романтик. Он ставил продон Кихота, ему нужна была дольфиния. И он пробовал очень многих молоденьких, красавиц, красивых девочек. Наташи Гундаревой, по-моему, тогда еще не было. Потому что, мне кажется, если была Наташа Гундарева, может быть, он попробовал бы ее. Татьяна Доронина с радостью пошла на эксперимент. И потом задержалась в театре имени Маяковского на много лет. В театре, знаете, как с тобой так прошел слух, что идет Татьяна Васильевна Доронина на роль Дульсинея. И это, конечно, из спектакля сразу сделало триумф. И Таня пришла как событие. Армен Джигарханян тоже звезда этой сцены. Но быть партнерами им еще не приходилось. Снимать предстоит целых восемь серий. За это время они успеют привыкнуть друг к другу. Ты знаешь, я с тобой совсем другая. Просто не узнаю себя. Суина, ну, он, знаете, как он вспоминал. Он не любил вспоминать, потому что, я думаю, был такой момент, когда она его, может быть, подавляла. Он немножко побаивался властных женщин. И поэтому он их так интуитивно недолюбливал и, может быть, не подпускал. Впрочем, Татьяна Доронина чем-то неуловимо похожа на его маму. И вот эта сносящая голову женщина. И тут появился пылкий армянин. Армен Борисович не любил вообще в этой жизни никого, кроме себя и мамы. И мама еще его на это подучала все время. Арменчик, ты должен любить только себя. Но, когда два больших актера встречаются на съемочной площадке, и когда за кадром стоит умный режиссер, Александр Анатольевич Прошкин, умный режиссер, то искры высекаются. Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я очень тебя люблю! Ты что, плачешь? Я целую тебя! Я целую тебя! Увидеть в отношениях Татьяны Дорониной и Армена Джигарханяна на экране нечто большее, чем просто партнерство, способны лишь те, кто хорошо знал Армена Борисовича. Он рассказывал о ней. У меня очень такое двоякое впечатление. То, что я вижу в фильме Ольги Сергеевны, вот в восьмисерийном фильме по сценарию Родзинского, мне кажется, что так нельзя сыграть чувства. Я не верю в то, что это актеры просто сыграли. Но я не верю в это. Мне кажется, что это восемь серий держится просто на этой истории их взглядов, крупных планов. Но они не могут это делать, ничего не чувствую формально. Это неформальная история. Между мужчиной и женщиной возникает иллюзия. То, что они сейчас испытывали каждый от другого удар электричеством, что сейчас вот это же самое, они уйдут с площадки, взявшись за руки, и будет тоже электричество. А снималось-то все это долго не как кино, вы же понимаете. Никто не должен узнать об их симпатии. Армен Джигарханян женат, Доронина замужем за коллегой Борисом Химичевым. Однажды она уже потеряла голову из-за любви. Уехала за Эдуардом Родзинским в Москву. Татьяна Васильевна оставила БДТ и своего лучшего режиссера Георгия Товстоногова. Он ее уговаривал не делать этого. Когда она ушла, он на сборе труппы произнес слова, которых не произнес никогда и ни по одному другому поводу, если кто-то рассчитывает занять место Дорониной. Напрасной иллюзией. Через пару лет после того, как она ушла, он лично ездил к ней уговаривать ее вернуться. Больше глупостей из-за любви она делать не намерена. Рушить семьи из-за служебного романа неправильно. Армен Борисович тоже сохранил все в тайне. Я не знаю, была ли история, но какое-то к ней отношение и чувство было. С его слов не произошло. Но я ему в этот момент не поверила, когда он рассказывал. Армен Джекарханян никогда не был дипломатом. Он мог высказать свое мнение о любой партнерше, с которой играл в кино или театре. Но в отношении Татьяны Дорониной Армен Борисович был неизменным джентльменом. Когда ему было 75 лет, у него был юбилей, и она пришла, Армен Борисович, который иногда о ней мог сказать что-то такое критичное со своей стороны, я видела, как ему было хорошо и комфортно. Они сидели в первом ряду. В тот день молодой спутнице Армена Джекарханяна все окончательно стало понятно. Она поднималась на сцену, Армен Борисович подал ей руку, очень с большой болью сказал, что когда он увидел руку или поцеловал руку, он увидел, что это рука старой женщины. И он сказал, нет, так больно. И я поняла, что, конечно, было какое-то отношение, потому что о чужой женщине мужчина так не скажет. Режиссер фильма «Служебный роман» Ильдар Рязанов тоже был уверен, что во время съемок у Светланы Немоляевой, сыгравшей Олю Рыжову, случилась интрижка. Однажды актриса явилась на съемочную площадку с синяком. «Вот, а теперь скажи мне по-честному, за что тебя Санька врезала?» «И чем?» «Да я говорю, ну-ка, я вам правду рассказала». «Ну да, рассказывай сказки». Тебе Санька за что-то дал. Вот это как следует. Все знали, что отношения самой Светланы Немоляевой с мужем начались со служебного романа. «Если Немоляева, то значит и Лазарев. Если Лазарев, значит и Немоляева». Саша всегда сидел за кулисами, ждал ее выхода, и что-то говорил ей. И когда она возвращалась со сцены, тоже обязательно что-нибудь. Ну что, сыграла? Ну они вот просто, просто неразлучные были. На момент съемок служебного романа Немоляева и Лазарев вместе уже почти 20 лет. Но никто из коллег не хотел слышать правду. А она такова. Накануне съемки Светлана Немоляева была в Ленинграде на гастролях. Значит, у меня получилось так, что у меня был спектакль, после спектакля сажали меня в среду, и я ехала в Москву, и утром к 8 утра на съемочную площадку на Мосфере. И вот был у меня очень мой самый тяжелый спектакль, на котором я очень много плачу. Я плакала часа 4. Ну, как всегда на этом спектакле. А после слез и после таких страданий, такого выкладывания, естественно, лицо и опухает, на лице отражается все. Я вхожу в стрелу. Духота там такая, что можно сойти с ума. Светлане Немоляевой предстояло играть вот эту сцену. В ней она одна из главных персонажей. Испортить предстоящую съемку ей не хотелось. Иду к больнице и говорю, я вас Христом Богом прошу молять. Я никогда об этом не говорю. У меня тогда ни одна собака не знала. Я говорю, я актриса. Я актриса театра Маяковского. Вот я сыграла спектакль. Сейчас еду на съемку в Москву. У меня, видите, что с лицом. Я вся заплаканная после. Все подробнее я сказала. Просто свою роль. А мне бы не хотелось, я говорю, сниматься с таким блином. А что я могу вам сделать? У меня ничего нет. У нас включается автоматически. Юрий Григорьевич. А? А вы почему не приглашаете меня танцевать? Я приглашаю вас, Ольга Петровна. Так просто актриса отступать не собиралась. Она решила доказать проводнице, что вентиляцию включить можно. Надо лишь потянуть на себя заглушку в потолке. Я показываю на эту штуку. И эта штука как будто специально, как будто меня кто-то услышал, решил меня наказать. Она отваливается и дает мне прямо в глаз эта штука. Я махнула рукой, боль ужасная, схватила за лицо, плюнула на все, пошла. Еще порыдала. Утром просыпается, у меня вот такое память на высочно затекшее лицо. Еще вот такой фингал синий. Ночное происшествие вызвало на Мосфильме настоящий скандал. Характер у тебя не изменился. А ты что? Ты разве помнишь, какой у меня был характер? Ну, я приезжаю на Мосфильм, подхожу по светлой очереди, Арсаныч, говорю, ну, а что делать? Он говорит, ну, все. Я не знаю, что с тобой делать. Все решают, что нужно смену отменять. Потом пришел Мелькис, директор. И Мелькис говорит, что нет, мы ни в коем случае не должны сменять смену. Она приехала, потраченные деньги на поезд туда-обратно и обратно уезжать в Питер на спектакль. Целая смена полетит. Поэтому Светлану Владимировну загримировали и отправили в кадр. Ее объяснениям никто не поверил. Так и рождаются слухи. А им противостоять сложно. Например, считается, что актеры – люди ветреные. Но это если не вдаваться в подробности. На первый взгляд актер Борис Смолкин подтверждает стереотип. Я вас научу стереть в постели. Он женился в 50, да еще на коллеге. К тому же она была младше на 20 с лишним лет. Он ее старше, на самом деле, их разницы вообще не видно, потому что он очень молодой, потому что он искренне добрый и юморной человек. У него молодая энергия. Как он себя вел, когда был влюблен в свою жену, и как он фонтанировал. Он бегал, чуть ли не жонглировал перед ней стаканами, читал бесконечно стихи, свои и не свои, как бы сам себя не узнавал. А на самом деле Борис Смолкин всю жизнь мечтал о семье. Просто ему не везло. Боря всегда был сдержан в своих чувствах. И я полагаю, что он это переживал, как и я, как и всякий нормальный вообще мужчина. И никогда, наверное, в этом не признавался. Я, идущи по улице, завидующими глазами провожал пары, которые идут с коляской, с ребенком. Я очень хотел иметь себя, но не получалось. Когда Борис Смолкин уже решил, что его второй половинки просто не существует на свете, в театр музыкальной комедии, где служил артист, поступила на работу выпускница Петербургской консерватории по имени Светлана. Мы начали чего-то там пить кофе. И я обратил внимание, что у нее розовеют щеки. Я не должен, да, приведи меня. Ну да, с годами это проходит. Сейчас я уже, конечно, не краснею, но было такое, да, смущалась. Борис Смолкин тут же навел справки о Светлане. Оказалось, она младше на 23 года, да еще и замужем. Нет, он не имеет права даже начать ухаживать. Так решил Борис Смолкин. Но коллега уже обратила на него внимание. Это сложно понять, кто первый обратил внимание. Может быть, даже и я первая обратила внимание, потому что талантливый актер. Мы всегда о нем говорили в театре. И подруги мне шептали, что вот обрати внимание, какое у нас... Потому что я пришла, мне все актеры новые. Борис Смолкин долго не мог поверить, что Светлана ему симпатизирует. Их служебный роман не минуем. Борис очень красиво ухаживал, вот это я помню. И девушка была достойная, очень красивая. С концерта я ее провожу домой, но не больше, мы не очень далеко друг от друга жили. Но она жила с мужем, и не хочу никаких похвастных слов говорить. Я взял тайм-аут. Разница у нас все-таки 23 года. Ребята, я понимал умом, и понимаю сейчас, я небольшой подарок для молодой женщины. Ну, у меня есть одна комнатная квартира, но не больше. Нету там никаких там миллионов, тысяч и так далее. Поэтому я взял тайм-аут, чем, наверное, ее оскорбил, потому что я как-то так отдалялся. Два месяца он пытался договориться с собой. Опасная связь могла разрушить жизнь его возлюбленной, а могла сделать счастливыми обоих. Рискнуть и проиграть, а может выиграть. 9 мая 98-го года, первый раз в жизни я этот день не провел со своей мамой. Мы встретились утром в театре и прогуляли целый день. Вот так вот просто гуляли. В следующий день я от звонков своих знакомых узнал, у тебя появилась девочка тогда. То есть видели меня где-то там в городе и так далее. Ну, не важно. Я просто гулял, 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 и она осталась у меня. Стали говорить, что Боря вот ухаживает там за Светой. Сначала они так общались. Кто-то осуждал Бориса Смолкина. Кто-то желал ему счастья. Кто-то ругал Светлану. Надо было разрубить этот узел. Выходной день в театре. Я взял такси в 10 утра, подъехал к дому, где она жила с мужем. Она спустилась с чемоданчиком, и я ее перевез к себе. И мы начали жить. Я сказал, иначе это никогда не кончится. Да, там, значит, мама, естественно, ее была против. Это естественно. Старый козел какой-то, развратник. Ну, ну, ребят, ну, что говорить. Однако время – лучший помощник. Теперь все знают, счастливее их двоих еще поискать. Борис Смолкин 17 лет ждал свою любовь и нашел ее в театре, прямо под боком. Он рискнул, и судьба его вознаградила. Мне очень радостно, что их брак стал постоянной величиной, а не какой-то переменной. Что они нашли друг друга вовремя, тогда, когда это нужно. Да, служебные романы опасны. Можно потерять работу и репутацию. Но ведь счастливый человек не смотрит по сторонам. Если уж служебный роман назрел, значит, так было нужно обоим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова